Всем привет, ребят! Сегодня с вами в бою участвует Гоша231. Это первый игрок, который скинул нам реплейчик. Играет он у нас сегодня на борще, на борще. Ребят, извините, что видосик вышел поздно, с задержкой были дела. Постараюсь завтра выпустить еще одно. Но не суть. Сегодня наш герой занимает стандартную позицию на этой карте именно для ПТ. И что он делает? Он просто будет стоять. Он просто будет стоять, как многие ПТ у нас делают. Но настрел в этом бою, в принципе, результативный довольно для восьмого уровня ПТ-Саури. Как бы это очень отличный результат. У меня борща, в принципе, не было. Я на нем не играл. Но на нем можно наносить довольно много урона за бой, наверное, оказывается. Я об этом узнал, но этот бой доказал это, да? И тут будут сверхъестественные выстрелы некоторые. Ну, это обычный выстрел. Тут он сейчас подсвечивает. Он даст назад, откатит. По нему даже никто не отстреляет. Ему повезло то, что четыре противника поехал на сторону ТТ, чтобы кого-то хотя бы отстрелить. Мне всегда везет, когда стоишь на одном месте, в кустах, грубо говоря, дрочишь и ничего не делаешь. Тут ему повезло. Противники есть. Есть кого пострелять. У нас там уже, получается, по центру проехала 44-я Пантерка и Е-75. И 44-я Пантерка слилась, Е-75 заехал просто в группу. Наши, да. Наши стоят. Но это ПТ. Это, в принципе, ПТ, как бы, да? Тут герои, в принципе... Вот сейчас верючок прям попадает. Вообще классненько. Тут героя, конечно, туда не поехать, ничто не сделать. Если он поедет, он получит люлей, само собой. Это все-таки же борщ. Он же картоночка. Получит фугасики и отправится в ангар. Тут ему только остается стоять на месте и просто отстреливать противников. Пытаться отстреливать, да? То есть, получается, выцеливать лючки и все в этом роде, да? Вот он забирает Лёва уже, получается, да? Выстрелы, в принципе, превосходные. Всякие лючки и такие маленькие пиксели, да? Отстреливай. Попади, попробуй. Вот. Знаешь, наша тем временем Е-75 слилась, Пантерка слилась. Опа, по-макашке туда стреливает каким-то невероятным образом, да? Тем временем счет вроде бы у нас сравнялся. У героя уже 2500 урона и он просто стоит на месте. Сливается наша ВЗ-шка, ПТ-шка 120. Я, кстати, качаю ее. У меня Е-7 присутствует. Тут он будет пытаться выцеливать. Выцеливает, да? Пробует что-то сделать, да? Стрельнуть. Тут уже у нас и Дефендер подъезжает, да? Сейчас он по нему будет раздавать плюшечку. Дает плюшечку, откатывается назад, да? Но, но получает уже урон. Уже просел на 360-е. Тем временем они остаются 3 на 3. У героя уже 300 урона. Забирает тут он Дефендера. Остаются 3 в 2 они. 3600 в копилочке. Это уже довольно неплохо, в принципе. Судя потому то, что он стоит на месте. Получает он от ВК-шки на 449. Достает она его. Тут он пытается ручок выцелить, но не попадает. Маленечко не туда заходит у нас снарядик. Ничего страшного, в принципе, да? Тут вроде бы все равно у нас победочка. Не знаю, я даже с этим боем захотел, в принципе, вкачать борща. Но не знаю, стоит ли, не стоит. Забирает ВК-шку и остается ВТ-Ауф-1. Наш герой едет за ВТ-Ауфом. Правда, он не знает, где находится. Но тут ВТ-Ауф появляется около него. Он заряжает ВК-шку, стреляет по нему. ВТ-Ауфу убивает тем временем. И от поджога сам же погибает. В принципе, вот этот выстрел был тоже превосходный. В итоге он набил 4 800 урона, получается. Получил мастера, калибр, снайпера у нас, получается, да? В принципе, вроде бы ничего такого сверхъестественного нету. Я уже запинаюсь маленько, извините. Но 4 800 урона, в принципе, для вашего уровня, для ПТ-шки. Это должно быть нормой, наверное, я думаю. Даже не нормой. В принципе, средний урон может быть 3000 должен быть. Я думаю, где-то так. Но судя по тому, сколько нанеснут противники, даже девятка, получается, по сравнению с борщом, как бы, да? Вроде борщ. Вроде борщ. Ничего такого нету, да? Но 4 800, я думаю, это выше среднего урона, как бы, да? Эпического боя ничего не было. Но это был первый реплей игрока, который отошлал мне через контакт, да? Я решил его добавить себе на канал и показать, как можно играть на ПТ. Не просто стоять. Не просто стоять там, да? Играть на одном месте и ничего не делать. То есть, тут либо ты попадаешь на такой бой, и с одной стороны противники, получается, ты их отстреливаешь. Если их нет, то не надо стоять. Нужно ехать в другую сторону, где противники есть, и помогать своим союзникам. А не просто стоять на одном месте. Ну, то есть, менять позицию. Но это мы об этом еще поговорим. В принципе, при реплей тут все сказано. Бой показан. Прокомментировал. Всем спасибо за просмотр, ребята. Ставим лайки, комментируем. Также скидываем свои реплеи. Завтра постараюсь выпустить еще одно видео. Там будет про режим, про режим и игроков. В общем, завтра, в принципе, все узнаете сами. Еще раз всем спасибо за просмотр. Еще увидимся, ребята. Всем пока-пока.